Революцион Революцион Есть? Есть? Дома? Сами. А, он чего-то подключен? А зачем он крутит? А, ну, чтобы показать презентацию, потом подключить все. А как раз откроешься? В принципе, нет. В любом компьютере можно показать. Ну, уже сайт просто працюет. В принципе, мне он не потребен. Только сейчас включу. У тебя ВГА есть? У тебя ВГА есть? У тебя ВГА есть? Да. Да. В ГА, это уже старый ВГА. А, нет. А, это ВГА? Нет, нужно обидеться с ВГА. А этот не сменивать? Это старый ВГА. Это старый ВГА. Разъёмов не знаю. Разъёмов не знаю. Это вообще какой-то... Это вообще какой-то... Это не с плейпорта, но это не тот, который надо... Да, и сделаем HDMI. Такого нет? Давайте с этого... Вы пришли там? Если веб-проекты, то да. Здесь никто под мак, там сотни. Понятно. А ну немножко другое значит. Да нет, не кайфовый. А тогда будет не кайфовый. Да. 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 А нету Powerpoint? Нету Powerpoint? Нету Powerpoint? Нету Powerpoint. Нету Powerpoint. Нету Powerpoint. Нету Powerpoint. Нету Powerpoint. Можно Google Powerpoint. Они включительные. Нету Powerpoint. Да. Входим за счет. Что добавили? У меня есть. 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 А вот. ��는 Powerpoint. Интересный. Не, а весьму плот. Есть разы! Это больц? sel. То есть. Это-то пианы. Ты очень freezing. uh... Десятый. И тринадцатый! Теперь я знаю кто сход units. Где? Вчера. Эээээ... Фотографию я не выissy. Да. Я не могу выбрать фотографию, мне интересно, что это видео. Я трансляция только. Я знаю. Фотография уже показал. Я полагаю, что это просто. И, видите, что это выглядит. Я XD Всем привет! Я знаю, что вы хотите спать, что все это время вы очень долго и очень продуктивно работали. Я тоже работала в это время. Давайте попытаемся проснуться. Просыпайся, да? Всем привет! Всем привет! Слава Игоревича. Давай, давай, давай. Своих проектов. Всем привет! Слава Украине! Слава Украине! Ну, собственно... Двести раз вообще? Да. Положено. Двести раз? Давайте в третий раз. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Я предлагаю нечетный проект исключить. Зачем нам нужно? Слава Украине! 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 Я не хочу подняться. Давай потом. Если успеем. Что? Да, можно. А для этого есть специальный проект, который будет сделан в Хакатоне. Очень социально. Лучше покупать. Это будет прав фантиговая платформа, где можно будет место выбирать себе на Хакатоне, также порядок поступления менеджер самостоятельно, но это будет стоять дороже. Дополнительный день рабочий можно будет купить. Для коррупционеров. Ну что, поехали. Готовы слушать проекты? Первый проект. Важно. Важнее никого не интересует здесь. Первый проект. Да. Следующий политкомпарс. Оооо. А чёрный темно? А чёрный темно? Как сказать что-то ещё? Я? Я хочу сказать спасибо Часокосу за то, что нас приютил к аворкингу, за то, что мы там всю ночь продусили и проработали, и было удобно и замечательно. За то, что нам помогли многие люди финансово провести Хакатон. За что? Как же за что? Орк-тиму. Орк-тиму вообще всей команде, которая помогала в организации, организовывала это мероприятие. Огромное-огромное-огромное спасибо. Спасибо ИТИНОМЭТу большое за то, что он собрал вокруг себя такое сильное комьюнити большое. Большое спасибо вдохновителю Хакатона Валерию Яктушенко. Он принёс эту идею войти на МЭТ, потом они пришли к нам, в общем, было очень здорово. И, кстати, пока мы там искали эти переходники, мне сказали, что у нас, оказывается, на этом социальном Хакатоне всё-таки будет призовой фонд в виде этих американских президентов. Поэтому первые три команды получат призы. Да. Так что есть ради чего постараться сделать результат. Мы знали бы это вначале, наверное, старались бы больше. Но теперь мы видим честные результаты. Первая команда готова? Поехали. Здравствуйте, меня зовут Плат. Пользуясь случаем, пока ты ещё таймер. Здравствуйте, меня зовут Платон. Мы хотели предоставить вашего внимания в ServiceGaming Elite. А можно еще AC driver? Микрофор. Микрофор. Service give me leave? Service give me leave... Service give me leave. Service give me leave... Санечка, да. Пр еврощается вот в Cast move on. Да! hando merge. Дарик, зрите вас! Дарик, зрите вас! О, конечно. Гимнелий – это диалоперационный сервис, который позволяет объединить тех, кто хочет ехать и тех, кто хочет подвезти. Всего помощи пассажиру могут быстро найти машину, которая доставит их в точку назначения, а водителю, соответственно, подходящего им пассажира. В качестве реализации выбрали приложение для Android и iOS. Нам действительно этого очень не хватало в ночь с 10 на 11 декабря, когда нам нужно было всем собраться в центре города. По ряду причин. И когда весь Facebook был затружен тем, что я еду, номер телефона, буду ехать через то, через то и через то. Поехали дальше. Принцип работы очень простой. Водитель водит маршрут, пассажир указывает точку, куда ему необходимо ехать, точка изначально определяется автоматом. Один из них поставляет заявки всех пассажиров и водителей и удавляет обоих от подходящих маршрутов. То есть водителю остается только подтвердить намерение пассажира, подобрать его и подвезти в место назначения. Все. Время. Так. То есть, что сделали за эти два дня? Сделали альфа-версию на Android с готовностью порядка 80%. Альфу можно будет у Саши посмотреть на телефоне, кому надо, кому будет интересно. То есть нам нужны альфа-тестеры, водители и пассажиры. То есть подписаться на альфа-тест можно на сайте. Евмей.нет. Давай дальше. Спасибо за внимание. Вопросы, пожелания, предложения. Спасибо. Сайт не читается на мобильном. Я не андрофе. Сайт не читается на мобильном. Сейчас я справлюсь. Понял. Услышал. ну пока то только президент будет ездить чек по вашим системам без зупинки всех городского транспорта то есть это собственно говоря а если я еду с оболоне на майдан да если есть как бы группа товарищей которые по дороге там на подоле хотят чтобы я их подвез соответственно я бил маршрут они сделали чекин что они готовы подвестись подобрал и подвез на майдан еще вопросы есть нет вопроса аплодисменты поликомпаса поликомпаса а уже подключены давайте договоримся тогда так пока задаются вопросы вытыкаются проектами подключаются следующие не стояли еще минуты здесь кто-то презентует поликомпаса пока выключите всем привет мы проект политкомпас наш проект направлен на прозористь наших кандидатов наших политиков чтобы мы четко уявляли его позицию в политической инфраструктуре в политическом святогляде мы отображаем политическую позицию политика графичную не линейную как принято лево и право а еще и по отношению не только до экономической стороны а и социальной и таким чином сегодня для прототипу мы использовали простую 10 питаний в анкетку яку женя сейчас проходить и при садмите женя садмит женя садмит а также мы можем свою позицию проверить до кого ближе наши погляди но это не популистский тул для всех вас это для того чтобы мы проверили наших кандидатов где находится сейчас Кличко где находится Ярценюк таких политкомпасов в интернете много фича нашего политкомпаса в том что мы первое реализуем трек трек по руках где находится политик например на каркаловичный трек мы подумали что может быть у жваней Джене Клик наша Украина бьют партия регионов и он недавно вышел из партии регионов ну вот вам приклад как как изменилось его политические политики я вижу развитие этого проекта как частина великих проектов присвященных прозоростей политического средовища наших политических кандидатов мы сделали прототип можете зайти за лайки на фейсбуке на политкомпас.инфо всех запрошую и сделали андроидный аппетит мы сделали андроидный аппетит который позволяет мать его с собой мы также можем его расширить внизу мы должны новый тест чтобы его можно покрыти еще раз если вам не интересно если вы разменяете свои политические погляди Спасибо большое, ребят. Вопросы есть? Вопросы, пожалуйста. Алексей, пожалуйста. Леш, да? Скажите, пожалуйста, вы политиков будете заставлять проходить эти тесты? Нет, это очень важное питание. Мои тести – это очень-очень объективный инструмент. Мы позиции будем проверять не по этих ламбердских 10 вопросов, а через анкету, которая поместит более 100 вопросов, там будет изображено ставление до пенсионеров, ставление до студентов. Дуже четко и объективно визначена позиция политика. А политик вы сами или политики? Нет, политик вы не сами. Мы будем просто… Наши политологи, которые там есть, они будут монетовать передвиборчую программу, из которой политик идет и шел, або идет на какие-то выборы. Из программы до программы его поля не могли измениться. В программе нам все правильно, все. Это по итак. Можно сделать не по программе, а по каждому голосованию, а по каждому голосованию. Просто в дополнение есть сайт, в котором собраны все обещания политики. Дуже цикавий сайт, с которым можно подружить. Да. И воно целью с нами до бежать по академ. Супер, да. Дякую. Еще один день. Повторите, пожалуйста, они же же приходят. Еще раз, еще раз. Шкала лжи. Шкала лжи. Я уже сказал, что это будет не сами политики, которые будут дать у них на це питание, а их не передают большие программы. То есть политолог просто с программой и любитые поражаются отлично. Спасибо большое. Следующая команда готовится. Это «Три и Волос». Они же у нас отлично. И следующая «Майдан 2.0». Подходите, пожалуйста, будете переключаться сразу, если это возможно. Нет, не если это возможно, будете переключаться сразу. Да, начинаем. Так, началось. Мы назывались «Аквата», с акцией называется «Три и Волос». В соответствии, основной теме я на Катаре мы хотим, соответственно, сменить правила, которые нам связывают система, хакнуть их, но не повышать чинного законодательства. Для этого мы предлагаем в социальных мережиях сделать социальную группу граждан, дать им инструмент. Это додаток, который мы создали на Катаре. Этот додаток реализует в Facebook основные инструменты прямой демократии. И когда у нас достаточно достаточно наших членов спецпольных, мы, соответственно, можем реализовать три механизма. Первое – это, соответственно, создание партии за статутом, который рекомендовал спецпольных. В соответствии, за цим статутом партия обязана выполнять решения спецпольных, которые она принимает в индустрии. Второе – это, соответственно, реализирование кандидатов. И третье – это, соответственно, механизм откликания депутатов за международную угоду, которую они должны подписаться из международной юридической компании. Значит, сейчас мы покажем, соответственно, что у нас вышло. Значит, это, соответственно, это использование Facebook, где мы видим, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть пунктов меню. Вот. Первый пункт меню – это «Новина дня». «Новинный дня» называется. Это, соответственно, все посты в спецпольных, за которые сказали «дякую». Каждый пост, который благодарил, соответственно, он увеличивает авторитет, чтобы он это сделал. В соответствии, это, соответственно, у нас голосование. Вот. Сейчас мы решили не делать голосование за члены спецпольных, а, например, название визначить. Мы не знаем, как назвать. У нас всего шесть вариантов. Если можно, натискнуть туда что-то. Что-то вновь. А, вот. Мы не знаем, как это сделать. В соответствии, мы можем запропоновать членам спецпольных визначити новую назву. То есть все визначают самим. Ну, вот можно выбрать, например, «Вибери 2.0» визначити. 1.25. Это вага моего голоса. Если я выбрал два варианта, то каждого додались 0.63. Будь-який момент часу я могу и дизлать свой голос. Відповідно, за что можно давать, дякувать? Это новинные друзья, пожалуйста. Новинные друзья. Таким чином вимирюется у нас авторитет, и отбывается постоянное голосование. То есть все решения, которые принимаются, они являются обовязковыми и, соответственно, близкими до концентрации. Все, дякую. Здорово. Дякую. Чи є питание до голоса? Так. за пропозицию. Коли такие партии идут, приходят и уходят и в каких парламентах назначают люди там постійно. Если сделать платформу, яка будет позор парламенту и постійно контролировать весь парламент и будет больше эффективнее. Дякую. У нас есть откликание депутатов, которые мы висунули и они нас не влаштовывают. Тобто тогда они обязаны подать если они не подали в месячный термин наступать штрафная станция более 100 млн долларов, например. Відповідно, никто из них не захочет это. Это международный договор. То есть они не хотят его подписывать, они не идут кандидатами. То есть мы их висулаем и мы можем ставить им вимоги и подписать этот договор перед тем, как они стоят депутатами. Для этого сначала нужно подолать 7% барьер на договорах. 5%? В качестве фейсбука сейчас 3 млн. Для того, чтобы подолать барьер достаточно 1 млн. Не именно заявляют то это может проходить... Значит, зростание аудитории украинского фейсбука 45% в месяц. Зараз 3 млн. плюс 45%. Еще вопросы? Это уже были вопросы. Скажите, пожалуйста, как вы законодательно вообще заставите депутата принятие решение? Если они не подписываются и депутатами, мы их не вызываем кандидатами. А где сейчас есть механизм? Нет, только тих, что мы высулаем. Только тих, что мы высулаем, как спільнота. Так, как спільнота мы высулаем для депутатов. Если они не погоджуются подписывать, они не идут к нам кандидатами. Следующий проект готов. Это Майдан 2.0. И готовится целая миллионника за спільного голоса. Стартуем? Да, спасибо. Спасибо предыдущему особенно проекту. Такого рода проекты, как «Конт» и «Политический компас», и затем «Суспельный голос». Они, как раз, очень хорошо монтируются в наш проект. В принципе, то, о чем здесь идет речь, Майдан 2.0, это даже не проект, это программа. Проектом можно назвать только его функциональную часть, а именно платформу, хаб, структуру, которую вы видите сейчас перед собой. Его задача — собрать все информационные ресурсы, которые связаны с Майданом, из которых складывается Майдан, и чтобы в два клика человек попадал именно в тот сегмент Майдана, который его интересует. Самая главная задача, от чего это все родилось, что мы бы хотели, во-первых, сохранить то лучшее, что уже сгенерировал Майдан, сохранить, аккумулировать и обеспечить сетью распространения роста по всей стране, чтобы от Майдана 2.0 перейти к Украине 2.0. Родилась эта идея из того, что мы сейчас в лидирующей группе Майдана видим политиков двух родов. Первый — традиционные политики, скажем, 1.0, которые обеспечены традиционными ресурсами, типа депутатской неприкосновенности, секретарей, денег, понятных, прессы, телевидения, такого рода ресурсов. И политики, которые выдвинулись на Майдане, которые выдвинули и продвинули, и раздвили, и защитили собой часто этот Майдан, у них, их ресурсами являются харизма, их ресурсами является адекватное восприятие себя, Майдана и ситуации в стране, но мы бы хотели дополнить их возможности ресурсами информационных технологий, недорогих, практичных и так далее. То, что мы здесь видим, это общая схема ситуации с Майданом. Здесь есть уже имеющиеся структуры, понятно, там онлайн-дивиса и орг-структура, уже создавшаяся на Майдане. Мы намного больше работали над структурированием контента, чем над самим проектом, как IT. В частности, много времени пообщались с громадянским сектором и так далее. Здесь, вне двух функциональных групп, уже существующие, которые будут созданы. В частности, например, на базе Google Hangouts мы уже развиваем сеть коммуникационную лидеров Майдана, таких как Сашков Павловинский или Ирена Карпа. В общем, самое главное, что это открытый хаб, который очень легко и так далее. Он включает в себя сформированные такие элементы, очень интересные, часть которых вы уже видели. Мы никак не претендуем на никаких президентов, потому что весь этот проект полностью уже в работе. То, что касается хэнгаутов, вот сегодня мы провели первый в истории Луцка хэнгаут с девочкой, москвич Майя, с которой только недавно сняли электронный браслет. В поддержку ее она имела возможность пообщаться с лидерами из других городов. А перед этим мы герой на хэнгаут с Майдана провели с Олегом Скрипкой, с Козак Систем и вместе с Майданами нескольких городов. Это очень важно, я думаю. Спасибо. Спасибо. Следующий проект. Целомиллионы. Целомиллионы разом и с успильным волосом. Верно, да? Почему я это не один только? Нет. Два проекта, который является дочерней первой. Правильно, Майдана? Окей, два. Значит, мы все знаем, что Майдан сформировал потребность людей в представительстве своих интересов. Но прежде чем что-то представлять, участвовать в мире, нужно сначала сформулировать. С этим у нас проблема. Потому что то, что мы видим сейчас, есть романтика Рада Майдана, есть различные организации, все пишут различные манифесты, требования какие-то формулируют. Но, к сожалению, это все равно представительские формы. На самом деле, во всем мире, и у нас тоже, это Майдан показал, есть форма прямой демократии. Мы предлагаем, включите, пожалуйста, извините, по времени. Получилось? Значит, у нас есть идея, я буду, наверное, говорить, да, потом картинка покажется. Мы предлагаем некий алгоритм, где есть два элемента прямого действия. Прямого действия. Это петиции, довольно известные, по всем мире, с 18 века работают, причем работающий инструмент. И второе, это, собственно, прямое действие, которое мы, собственно, сейчас используем на Майдане, когда выходим, пикетируем, блокируем, манифестируем. Эти все вещи можно соединить в одну цепочку, причем вывести на уровень политический. Потому что петиционные сайты существуют, но они зависают, они не имеют четких фильтров, которые позволяют их реализовать на практике какие-то законопрактики решений. Признаем, например, стоит повестка дня, это пишут все, так сказать, представители общественности, нам нужна новая конституция. Каким образом это сделать? Значит, извините. Смысл в чем? Пишется готовая форма, мы предлагаем готовую форму для петиции. Буквально формировается основная идея и основное решение. После этого необходимо набрать количество голосов четко по фильтрам. То есть местный уровень – это 5 тысяч голосов, областной уровень – 50 тысяч голосов. 100 тысяч голосов – это стандартная цивилизационная норма для петиции. То есть она даже действует в России. Правда, там нет механизмов. Вот мы хотим создать этот механизм. Потому что если петиция подкреплена достаточным количеством голосов, то, естественно, 100 тысяч – это очень серьезно. Депутаты вынуждены будут проводить между собой на карте представительства. Если они не хотят делать, то мы все равно сделаем им рассылку. Они должны будут представить эту петицию в уже нормальной, удовольствием форме, но в качестве закона. Я, правда, должна сказать сразу, что, конечно, нам нужно продвигать сейчас параллельно с проектом закона петиция. У нас, в принципе, есть такая возможность. Обратимся к демографичным политикам, которые понимают, что это тоже необходимо. Потому что им нужны точно так же наши интересы работать с ними. Потому что сегодня политические партии непроницаемы к общественным интересам. Я не хочу сказать, что все оппозиционные плохо проницаемы, власть непроницаема. Из-за чего, собственно говоря, стоит Майдан. А вот и мы выходим на политический уровень. Извините, до сих пор нет. Это третий шаг, как бы у нас по шагам просто случилось. А, вот, наконец. Вот первый шаг – петиция, второе – голосование. Если, допустим, есть уже петиции, то мы тоже смотрим, чтобы не повторяться. То есть проще проголосовать и поддержать, чтобы писать, что с вами там многое. И депутатский уровень. Когда мы посылаем депутатам, кто-то один получает, у нас получается картинка отследения, мы видим, что есть, как бы, контакт. И потом, если это не работает, мы выходим на прямые действия. То есть, если они не слышат интерес, тогда мы уже пикетируем, манифестируем, делаем слышно, все что угодно, привлекаем внимание. Вот такая цепочка. Полнообразно. А можно сейчас у вас выступить за рейтинг? Нет, это же вы так же. Ну, форма там есть, в принципе, там форма есть. Ну, через месяц он будет. Ижди, может быть, этот руководатель все-таки проломбировать? Не сейчас, я сказала, мы будем подавать законы петиции, потому что это необходимое. Потому что там верификация людей, которые должны регистрироваться. Это очень важный момент. Надо понимать, что это нужно сделать. Когда это будет серьезно, они ее... Дерифицировать, во-первых, в законе должно быть, это прописано, что они должны подпись на пример свою сканировать, потому что у нас есть проблемы с этим. Помиле, телефон и так далее. Потому что, например, в России паспорт не дают, и я думаю, что паспорт для того все не поверен. Я расскажу потом по верификации. По верификации я расскажу. А еще есть вопросы? Ребят, есть вопросы еще к этому проекту? Есть замечательные, но... Вы понимаете, это замечательно. Замечательно. На, пожалуйста. Сейчас или потом можете подойти к вам поговорить? Да, хорошо, пацаны. Окей, спасибо вам большое. По верификации я могу сказать... По верификации. Ну, следующий проект будет Суспільный ООС. И там система электронного голосования связана с верификацией особистой. Мы провели переговори протягом... Так, ну, тогда я выйду. Можна... Суспільный голос. Суспільный голос, вы включаете зараз. Вибачите за стримочку. Пейплай. Суть проекта Суспільный голос в том, чтобы сделать действительную систему электронного голосования. Суспільный голос. Визнана система электронного голосования. З можливістю верификации через онлайн, через интернет. И с можливістю проведения голосования фактично майже безкоштовно. В цьому поляга суть проекта Суспільный голос. Протягом хакатона мы провели консультации как с политиками, с громадским сектором Майдана. А сейчас там громадских организаций на Матанне близко 30. И так само провели переговори с органами державного управления, которые занимаются организацией внутреннего документа обвинения. Суть методики полягает в том, что она подруется на доверие. Рекомендуете вы или не рекомендуете тие подания, тие петиции или политики, которые выставляются на голосование. Методика очень простая. Она работает сейчас в 10% самых больших корпораций мира. Она прошла адаптацию в бизнесе. Она работает сейчас 7 миллионов профессионалов в них. Она называется Net Promoter Score. Она оценивает индекс рекомендаеменности. Фактически это индекс, универсальный индекс доверия. Стосовно ответственности на то вопрос, каким образом идентификается человек, кто голосует. На данный момент существует проект реформы, который уже вкладывается в бюджет на этот год. Зои изменения паспорта через новые паспорта с чипом. Через Card Reader истнует механизм голосования через портативный або компьютерный виталенный зашип. Зараз, в последний раз, в Эстонии так проголосовало 77% выборцев. И мы сподіваемся, что у нас есть все технические возможности и шансы реализовать это в Украине. Дякую за внимание. Дякую вам. Есть вопросы о этом проекту? Пожалуйста. За приводу интенсификации, уявите, что вам примерно 300 грн. Кажется, мы только на день визуального факта. Как вы? Значит, стосовно подкупных голосов, тут есть механизмы, так же, гражданского вплива. Это проект «Схоле паспорт бабули» або завжди на будь-якого політика найдется энтузиазм, который заплатит 201 грн. Політики будут бороться за себя, а не за волю людей. Это вопрос о развитии гражданского общества. Мы для этого тут сидимы. Еще вопрос. Если, например, это не петиция, а это выборы, как за обеспечением деятельности голосования? Значит, на данный момент в системах голосования, которые работают в США, в Эстонии, в Испании, когда вы идентификуете свой паспорт через свой чип, у вас завжди есть опция або голосовать открыто, або голосовать закрыто. Через ID. То есть вас идентификуют за ID, но вас как персональный тайм и ваша система не идентификает. Понимаете? Но если с идентификатором, то можно изменять. Если нет, то... Вы знаете, что это ваш идентификатор. Вы можете себе побачить в системе, как вы голосовали, но система не знает, что это вася петляшки. Окей. Дуже дякую. Будь ласка, опускай наступный проект. Будь ласка, опускай наступный проект. Еще коротко. Наш проект складается с двух частин. Коротко строковая частина. Можно повысить, да? Это приложение для мобильных телефонов, для смартфонов на разных операционных системах. Так называемая красная кнопка, кнопка SOS. Которая должна работать как автономно, то есть своим друзьям, родственникам или на секретный адрес электронной почты посылать определенный контент. И вторая часть, она может работать в соединении с сервером или несколькими серверами, туда посылать информацию о случившемся происшествии. И уже это диспетчерские серверы наших альтернативных государственных служб в помощи людям, попавших в беду, которые можно развивать. Вот, собственно говоря, это серверная часть, это серверная, это срочная часть нашего проекта. Но сегодня мы остановимся на части, которая касается мобильных приложений. Сейчас мы реализовали в Фейсбуке, создали группу. У нас уже готово техническое задание, полностью сформированное по этой кнопке SOS. У нас выложен открытый код, который можно комментировать, редактировать, дополнять. Код на QT C++ написан, то есть фросплатформенный. Можно, нам еще понадобится помощь на этих программистов, поэтому ждем готовых побочных волонтеров или не волонтеров. В общем, это еще можно обсуждать, каким образом и в какие сроки реализовать дальше этот проект. Смысл в чем? Есть смартфон. Желательно, чтобы была эта кнопка, лучше всего вывести на экран вообще блокировки, чтобы не доставая из кармана можно было ее нажать, или вывести на, например, зажатые клавиши громкости вверх-вниз одновременно, как это делается на Samsung. Дальше. Какие главные требования к этому проекту, к этой кнопке? Во-первых, точность определения GPS-координат. Если у нас мобильные группы зашли не туда, то смысла в этом нет никакого. Второе. Это скорость определения GPS-координат. Если она будет убить 15, 20, 30 секунд, то нас за это время могут успеть убить. Третье требование. Это у нас наглядность. То есть с GPS-координатами, когда вы идете по улице, и вам приходит смс с GPS-координатами, вы спрашиваете «вот и факт», да? Потому что вы не понимаете, что дальше с ними делать, или понимаете, но вам это крайне неудобно. То есть адрес должен отображаться еще и в букве на числовом выражении, та улица, номер дома, хотя бы поблизости находящийся. И желательно еще ссылка на карту, на Google-карту с меткой, куда можно провалиться и увидеть, где находится человек. Дальше. Помимо того, чтобы вот в таком виде передавать координаты на телефонные номера, на сервер, на e-mail, важно передавать как минимум звуковой сигнал в режиме real-time. То есть мы звоним на приоритетный номер, если не дозваниваемся, то пытаемся дозвониться на следующий. Когда человек берет трубку, у нас включается громкая связь, но гудков и его алло, там, а что-то мне позвонил, мы всего этого не слышим. И те, кто рядом с нами. И последняя функция, коротко скажу, это передача аудио-видео сигнала короткими файлами, указанной нами продолжительности на сервер и на адреса электронной почты. То есть мы одновременно собираем доказательства, например, нашей невиновности, в том, в чем нас пытаются принять. Окей, спасибо. Есть вопросы? Да, пожалуйста. Это все уже реализовано? Кросс-платформная часть реализована процентов на 50. Вот это то, что мы успели за эти два дня сделать. Мы ждем еще программистов в нашу команду. Я думаю, что в течение месяца, как максимум, мы успеем хотя бы для андроида, ну, как и для самого распространенного, если подключаться программисты, которые помогут для iOS реализовать это, то и для Apple тоже можно будет это реализовать. Главное, есть четко поставленное ТЗ, которое может помочь любой программист взять такой кусок и помогать. Окей, спасибо большое. Еще есть вопросы? Можно? Вы в последнем предложении с вами говорили о передаче видео и изображении. Как вы себя представляете с нашим мобильным интернетом? Я себе это представляю с нашим мобильным интернетом таким образом, что определенные длины файлики сохраняются. Если они могут передаться, то они передаются. Если они не могут передаться, то у нас хотя бы передается голосовой контент. И файлики эти должны быть достаточно маловесными для того, чтобы оно пролезло через не слишком быстрый интернет. Файлы остаются на устройстве, и если у нас устройство целое, то мы потом можем их оттуда вытащить. Или даже устройство не целое, но удастся добраться до чекла. Да. Спасибо большое. Аплодисменты. Следующий проект. Следующий проект. Социал ГУ. И готовится вам бойкот. Подходите к нам, пожалуйста. Доброго вечера. Наш проект, он имеет социальное спрямование. И он относится очень многих незахищенных версий населения, которые живут в Украине. Сегодня в Украине существует, согласно законодательству, примерно 130 видов пунктов для инвалидов, пенсионеров, воинов-афганцев, и еще без лучших категорій. Однако, есть маленькие, но они не часто знают весь перелик пильги, на который они имеют право. И, наверное, в том, что государственные органы не помогают им с этим. То есть, если мы зайдем на сайт Министерства праи и социальной политики, то, например, из 15 видов пильги, которые могут отрисовать инвалиды первой группы, то есть в перелику лише 8. То есть, 7 где-то поделятся, не видимо, где. Но, государство просто не зацикавливает на это. Поэтому мы понимали, что гражданское общество может взять на себя эту роль и создать ресурсы, на котором будут собраны все пильги для тех категорій населения, которые имеют на это право. В ответ, за последние 30 минут мы реализовали эту идею. И при ней больше детально расскажет Англія. Я надеюсь, у нас осталось еще время. Я извиняюсь, я буду вещать отсюда из-за маленьких технических проблем. За 2 дня мы разработали готовое рабочее приложение, которое вы можете создать с собой рабочее, можете перейти и оно будет разработать. Что мы сделали? Мы реализовали механизм поиска субсидий, которые нужны конкретному человеку. При этом приближает за маят. Во-первых, он знает, какой у него статус, соответственно, к этому статусу есть какие-то субсидии. Я его с ним участник поиска действий. Нажимает и получает эти субсидии в список. Может дальше перейти в лейтанью, посмотреть, что там было лейтанью, куда тратить, какие-то проблемы заполнить, что нужно сделать. Второе, мы придумали механизм, но, к сожалению, у него такая лица реализовалась с силой ограниченности наших ресурсов. Это если он не знает свой статус. То есть есть субсидии, которые не предназначены к этому статусу, просто они ограничили какие-то показатели. Возьмит отхода, развил площади. И если он увидел площадь 9-6, то кто его не разживет. Поиск, кто выносит ему те логи, которые для него актуальны, для этого человека. При этом мы разработываем механизм, как это реально работает, как кухня работает. То есть у нас есть статус помощи. Мы можем создать статус помощи. Сейчас для тебя я буду очень быстренько. Убираем субсидии. И очень красиво. Теперь мы создаем категорию граждан, которая имеет право на эту помощь. И, соответственно, в этой категории работаем привязку. Создаем категорию. И выбираем. Для этого мы можем выбрать несколько. Соответственно, мы там создали, что мы создали, с самого внизу. Вот это мы создали. Такое красиво. Красиво категорию с таким красивым названием. Это где-то. Иди на шармышко. Вот. Создали его. И все. Вот у нас появился. Нажимаем на шармышко. Ура. Окей. Спасибо. Ура. Спасибо. Есть направление? Здравствуйте. Мне очень понравилась ваша работа для людей, которые используют пильги, которые могут этим использоваться. Но как вы думаете, сколько людей, которые используются мобильными додатками, насколько они могут использоваться вашим сервисом? И вообще, как они в интернете там себя чувствуют. Какие проценты аудитории будут охотнены? И второе, что вы не думаете, что на самом деле, что за НАТО у нас в стране есть разные пильги, какие-то категории. Моя, собственно, думаю, что нужно ее как-то систематизировать, оставить какие-то, но что-то не успевать вообще. И последнее, мы все имеем право на бесплатную медицину помощь. Может, вы там, сделаете тоже такой пункт, где все могут вернуться и написать, где за бесплатную медицину помощь. Что вы знаете, как у нас в стране есть цель? Спасибо за вопрос. Начнемо с самого завершения. То есть, это прототип, который мы смогли сделать за обмежение, реально, часто, но действительно, было сложно сначала подумать, какой алгоритм будет этой работе. Конечно, его можно обрезать разными сервисами, додатково, возможно, создавать какие-то шаблони, документы, или что-то такое. То есть, это, конечно, главная идея, такая червона нитка, чтобы не было дальше будет развитие. Что касается второго вопроса, количество пиль. Вы знаете, это, в принципе, вопрос сложный, я думаю, большинство аудитории согласится, что, да, у нас есть проблема. В соответствии, это, в том числе, в том числе, в том числе, никто не знает, но, в том числе, 40 категорий населення имеют разные пильники. Это включая судья, включая працевники прокуратуры и, конечно, инвалиды, эти люди, которым это действительно необходимо. Поэтому, конечно, это потребует перегляд, но это немного не наша компетенция. И, что касается первого вопроса, то мы рассчитываем, что, так, есть проблема, люди, которые имеют, ну, например, если они ограничены в своих возможностях, они не завжди умеют пользоваться интернетом. Однако, мы рассчитываем перспективу співпраци с общественными организациями, которые занимаются самым допомогой незахищенным верстам населення. То есть просто, вы не можете, знаете, когда на дошке уже как бы повесить, заходите, вот тут все пильники, на которые вы имеете право, но кто-то, возможно, сын зайде, возможно, внук зайде, кто-то бабусь допоможет зайти в Сипиле и Джернале ЕАН. Спасибо. Спасибо большое. Следующий проект Вам бойкотт. И готовится трамлер. Трамлер есть? Поднимите ручку. Ага, окей. Добрый день. Наш проект, який вы можете бачить на экране, называется Вам бойкотт. Это сайт, который уже работает. Вы можете зайти и посмотреть. Сайт называется вам бойкотт.ком. Мета этого сайта это полегшить организацию поддержку бойкотов с шляхом перетворения бойкоту на цикавий, социальный, богатый подъем и доступ. Бойкотт это метод борьбы, который поляга у отможения купить, найматься на работу, или с организации, если бойкотт массовый, то он очень эффективен. Это очевидно. Компанія не может существовать без доходов, покупцев, працовников. Есть много примеров успешного бойкотта. Найсторожнее, что это, например, отможили индийцы купить английские товары в их борьбе за независимость. Даже в современной истории мы, возможно, этого не осуществовали, но решение Януковича про остановку евроинтеграции тоже связано с загрозой бойкотта. Путин пригрозил не пускать українские товары в Россию. И, другими словами, Путин пригрозил не пускать українские товары. И Янукович, конечно, сразу извлекался. Это грозило большими экономическими втратами. То, что Европа была готова эти втраты перекрить, и почему Янукович не использовал этого помоги Европы, это уже еще вопрос. Отже, если бойкотты такие эффективные, почему их так редко используют? Потому что есть проблема, их очень сложно организовать и поддерживать. Почему их сложно организовать? Есть много причин. Например, нет альтернативы товару, который мы хотим бойкоттить, альтернативный товар, который очень дорогий. Даже если альтернатива есть, и она не дорогой, есть еще проблема. Проблема отсутствия информации про бойкотт. Людина, которая принимает участие в бойкотт, не знает, сколько других людей бойкоттуют с компанией, и чьи усилия на бойкотт имеют сенс. А может, она просто даромно отрицает свои усилия на бойкотт. Если вы решите эту проблему с отсутствием информации про бойкотт, то бойкотт будет набирать больше шансов на успех. Чтобы решить эту проблему, мы создали сайт «Вам бойкотт». На этом сайте людина может зайти, приеднатися до бойкотт, который уже есть. Может создать новый бойкотт. Мы присоединились только что правильно до бойкотта на Трабанк. Мы можем сразу поделиться на Facebook. Все мои друзья будут знать, что я присоединился до бойкотта на Трабанк. И сразу кликнуть на линк и поделиться, что... Ну, перейти на цей бойкотт. Видно подписи. Есть два подписи сейчас под этим бойкоттом. Можно ставить комментарии, то есть можно делать дискуссию. То есть досвид стаёт цикавим, правильно? Досвид стаёт социальным. Можно шарить и все делиться с этим на Facebook. У нас уже время. Да, ну я просто... Дякую. Вопросы. О. Так. Вы будете набирать организации для бойкотта? Люди самі. Тут может быть кнопочка «Створить бойкотт». Давайте сейчас творим бойкотт. Я буду рассказывать, а вы не створили бойкотт. Я пропоную забойкотт в ПІЦентр. Так, популярная бейкотт для бойкотта. Следующий, да. Вопросы. 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 Прогресс бойкотт. Я пропоную, когда появляется информация, я понимаю, что она появляется периодично, а за час бойкотта выкладываете, например, тренд падения, продажей, или иначе. Это новины. Так, их можно давать в коментаре, додать в полюночку новин. Но тут есть решительные бойкотты. Вы сразу видите, сколько людей бойкоттуют. Бразилин, господинья Мирнаш тоже имеется? Вопросы. Следующий вопрос. Вопросы. Например, я пришел на какой-то магазин и написал бойкотт. Как Вы защищаете компанию? Вы понимаете, это хорошее вопрос, но это нечестный бойкотт. Я считаю, что нечестный бойкотт просто будет непопулярным. Ну, хорошо, вы создали бойкотт, но большинство людей знает, что это хорошая компания. Они просто не будут это поддерживать. Компания также имеет возможность рекоментировать. В последних рядах вопросов. Скажите, пожалуйста, в предоставлении каких показателей вы можете сказать, что ваш проект действительно успешен в социальной сфере Украины? Ну, я думаю, что, если... Скажем так, сколько в Киеве людей не поддерживают партии в регионах? 85%? Ну, я им отвечаю. Три миллиона людей в Киеве, если прийдеться до бойкотт, то епіцентр сразу закрывается через месяц. Правильно? Ну, я просто сам пораховал, только что? Ну, нет, нет, у вас логин через Facebook поломался. Да, я знаю. Да, я знаю. У вас логин через Facebook я знаю. Давайте не выходим. 85%? давайте посмотрим на сайт, чтоб вас таки, эпицентру, чинатра банку, а вы раскаетесь написали. у меня в красавице, что мы постоянно переводимы. как мы постоянно перекочим Samee, мы постоянно полночатаем, мы думаем по туалету, это или иностранный быт, необходимо добавить какие-то документальные подтверждения? то есть, что там или иначе фирма подойдет точно региональному лиц? когда вы создаете бойкотт, там есть условия взятия бойкотта, то есть условия снятия бойкоту. когда вы за этих условиях снимаете бойкот, из каких причин этот бойкот существует. То есть вы можете дать линк на сайт с документальным подтверждением. Окей, дякую. Наспортипроекты, пожалуйста. И главное дело. Малее дело есть? Есть. Добрый. Правда, уже готовый? Есть. 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 Добрый вечер. Я буду на русском языке, мне быстрее так разговаривать. Смотрите, мы сделали сервис-траблер, аналог Рос-Ямы, Укра-Ямы, но с украинским акцентом. То есть где мы выделили все направления, которые могут быть проблемой. Это торговля, строительство, военные состояния, дороги, велозоны, ЖКХ, другое. И выделено все. Есть возможность русского, украинского, английского языка с переключением. То есть мы сделали ландфайлы, которые у нас определены на пользу мастерин. У нас добавлена карта проблем сверху, где мы можем посмотреть, где находится проблема на карте на данный момент, в каком облицентре главного проекта. можно при открытии событий. Второй уклад просто откроем. На самый верх. У нас проблема, эта фотография есть место проблемы, то есть в данном случае это отсутствие тротуара на улице, который действительно у нас отсутствует. Сбоку, наверх, наверх, у нас есть действия расшаринга, действия голосования, где слой выбирается, есть минусовый рейтинг. Ключевые слова, обращение к власти, ответы на обращение к власти, возможность ответа юристов, либо представителям каких-то сил. Ниже прокручивают. Есть у нас заметки, у нас есть карта, где привязана локация к конкретной проблеме. Ниже прокручивают. У нас есть комментарии, где можно добавить, то есть комментарии через любую социальную сеть. На самый верх, поднимись. А, вот, управление. У нас есть уже админка, где есть пользователи посты и жалобы. Добавить здесь посты, которые добавят. Добавить, самая элементарная форма, это проблема, ключевые слова YouTube. И заливка фотографий, либо указание адреса. Адрес может браться сразу с фотографии. Есть мобильная версия. Сайт уже рабочий. Вы можете все дойти и посмотреть, как он работает. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Скажите, пожалуйста, как вы доставите чиновников реагировать на вас информацию? Мы не совсем чиновников. Мы, в первую очередь, ориентируем в то, что у нас оставляет кто-то пост. У нас есть возможность прикрепить жалобы, которые может сам пользователь отправить, либо другой пользователь, прошедший на этот ресурс. То есть, у вас волнует проблема, вы отправляете ее друзьям, отправляете себе, расшариваете. Есть возможность прикрепления документа, есть возможность ответа к прикреплению на этот документ. Окей, а кто будет решать эту проблему? Сами люди. То есть, общей массой. Асфальт закатывает? Нет, отправлять обращение и искать, кто эту проблему может решать. Ребята, служба 1551 знаете? Знаем только. Обратитесь к ним. Вы проверяли когда-нибудь эту службу? Можно в течение полгода отправлять им заявки, а они просто их не реагируют. Это исполнительная власть. Дайте им возможность пользоваться вашими инструментами, и вы получите исполнитель. Сайт работает не только в Киеве. Да, он работает, кстати, на все регионы, не только на Киеве. У нас был набросок общего вида на сайте, и была приблизительно набросанная концепция. Ура! У нас не только дороги, у нас все проблемы связаны. Ну так, тут в том, как вся проблема, что некому решать под названием правительства. Окей, еще два, а ты подкри, пожалуйста. У вас нет категории проблемы под названием правительства. Можно? Дальше. Называется Джаус Крэйнер для тех площадей в Нарвулнии стрим. Как называется? Да. Крайше потом подавайте. Следующий образ. Я не понял до конца, да? Вот я сделал какое-то обращение, шаблон, куда я его буду отправлять, и как я получу ответ, и сколько эффективно будет вот это? В первую очередь, вы освещаете события любой проблемой. То есть вы отправляете проблему кому? Кому будет работать? Вы отправляете на сайт. Это будет на сайт. Это будет на сайт отправляться или куда? Дело в том, что все проблемы, которые у нас есть, мы не видим решения, потому что мы не знаем, каким образом мы получаем их вручать. Если алгоритмы эти завести сюда, то, а это следующий шаг, это привлечение юристов, разработка юридических свободов и лоббирование, извините, интересов граждан по конкретным вопросам. И эти алгоритмы распространять можно любым методом, в том числе и прописать четко на сайте, дать шаблоны юридических обращений на это решение. Люди должны знать, каким образом отстаивать свои права. Они не имеют этого функционала. Есть яма на дороге? Есть яма на дороге? Я не помню, заказов с Крадодор. Как? Что-то может быть... Извините, пожалуйста, можно вопрос? Да. Можно я действую? Можно я действую? То есть, насколько я понимаю, этот сайт – это возможность заспамить юридически правильно оформленный мир. Вот. Именно. Именно. Малыш. Именно. Не заставить нигде это. Не, поставить это в лаван. Она вам играет. Мы можем отжать вас попросений и потом выдаем копию всех этих попросений, которые будут висğim. Время задавшио! Откусим его отжаватную орешину! Замо! 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 Это Малык? Замо! У нас есть неформальное название, которое отражает суть кикстартера лавочка. То есть мы хотим создать кикстартер, который позволит людям строить лавочки вокруг своих домов, в том числе в другие какие-то мелкие объекты. У нас люди не привыкли работать сообща, и у них там часто акционально комфортно заканчиваются дверью квартиры. Там лебедя говорил о том, что вот, к сожалению, почему подъезды такие грязные, потому что это уже не наше. Мы решили сделать проект, где человек, зайдя в наш проект, может увидеть, какие проекты рядом, созданы людьми, и поделить деньгами, поспонсировать создание этой лавочки. При этом мы решили, вот так выглядит. Реально у нас на момент старта не было ничего, даже когда мы писали это в начале. И по факту, у нас есть два сайта, просто можно видеть два лавокотипа. Один из лавокотипов. Вот этот лавокотип рисовали донецкие ребята, Moonraker, огромное за ним спасибо, молодило. Рисовали сегодня ночью. И по факту, зайдя, вы видите проекты, вы можете аранжировать их по тому, по этому проекту. Допустим, кто-то строит памятник, кто-то детскую площадку, кто-то вместо выгула собак хочет организовать. И после чего спортируете, вот так выглядит iOS-версия. Несмотря на то, что у нас в команде один из сильнейших программистов под Android, кстати, который написал, кто знает, соцприложение для журналистов для Украины. Но пока у нас есть только... Он был занят доработкой ночью этого сайта, поэтому Android-версии пока нет, есть только iOS-версия, где вы можете, нажав здесь, просто убрать или включить категорию тех объектов, которые показываются здесь. Вот. Пока связка между мобильным приложением и сайтом не работает. Сайта у нас два. Один из них, спасибо огромное, МСАУ, Сирен Кириллов, тоже ночью. Идет работает, это ретаряйка. Ну, то есть, молодец, один сайт на бетоне, один на открытой платформе, на группе. Вот. Ну вот как бы и все. И, спасибо, разобраться. Бетон у меня, если она поднимается, побежит, но аккуратно, да, то есть там и сезон. Какая платежная система и как я могу быть уверен, что мои деньги подтвердила? Платежная система ликвидирования, я уверен, как бы, ну так же, как на фиксаторе, как бы, не споделишь, что-то, что-то, что-то. Ну, да, если деньги сухо-то, то, что-то, что-то. День ничего не получает, пока не соберешь полностью. На фиксаторе, на сей. Дальше, еще вопросы. Все вопросы нет? Все будем сфорить лавочки. А, скажите, если нет возможности помочь, никому, приложение есть, хочется помочь. Вы как... Ну, как и в кейсантере, то есть, можете писать в комментариях, что вот я готов участвовать, или там, может, будет, ну, как через обратную связь, можно договориться и помочь. Окей. Мы хотим еще вести базу тех людей, которые используете. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Ну, собственно говоря, мы где-то, в какой-то степени отвечаем на вопрос, что делать, если вам за ваш проект не платят денег. Наш проект посвящен тому, что, если у вас есть идея, причем эту идею вы можете генерить, ну, любители поговорить могут генерить идею. Любители поговорить и сделать могут эту идею довести до воплощения. То есть, кстати, я предлагаю тем проектам, которые где-то родственные с нами, когда, ну, вот мы не так быстро сделали сайт, мы его поднимем, поменяться баннерами и строим какую-то партнерскую сеть, потому что наш проект рассчитан на то, чтобы идею воплощать в жизнь. И это может быть... Лавочка. Лавочка, да, кстати. Мы там лавочку делим пополам, потому что мы ее обсуждали на процессе раздела этих проектов с Алексеем. Итак, есть название идеи. Хочу лавочку. Вот там хотят. Значит, что я могу? У меня есть идея, о которой я хочу поделиться, узнать ваши к ней отношения. Эту идею можно рейтинговать, и тогда идея, набравшая наибольший процент социально активной, она движется вверх. Да, или... Да, да, да. Регистрацию идеи я регистрирую с описанием. Я могу какую-то чужую идею, мне нравится эта идея, участвовать в ней либо деньгами, либо разработка этой идеи до приведения ее в состояние рабочей, либо я принимаю в ней участие. Ты делаешь то, что я готов поддержать, давай делай это вместе. То есть этот принцип тоже как бы лежит в основе. Я иду по улице, но тут мы где-то корреспондируем со следующим проектом. Я вижу идею, я эту идею могу запустить. Спасибо большое. Вопросы? Что мы делаем? Мы берем идею и не только, как сказать, берем за ней деньги, да? А мы эту идею реализуем с помощью ресурсов, которые у нас есть, которые мы можем собрать бесплатно. Ну, у кого-то есть вводи, да? То есть мне за то, чтобы сделать вкладочку. Понятно, да? Еще вопрос. А вы что это писали? Как? На чем вы писали? Коль, на чем? Я не ввода. На Яре. На Яре. На Яре и есть мобильное приложение уже. Вот еще вопрос есть, пожалуйста. Будут ли как-то модерироваться идеи? Потому что в данный момент у нас может быть несколько сотен тысяч идей на вашем сайте. Идея может быть повиснуть, кто-то запостил, там, хочу на Марс, да? Ну, пожалуйста, пусть продолжает хотеть. Или идея построить вланочку. Эта идея может получить воплощение. То есть мы вешаем идеи, которые есть, доводим их до проектных идей, создаем проектные команды, воплощаем идею до кейса. Причем особенность этого проекта предполагает, что идею мы описываем, и потом эта идея, которая реализована, может быть подхвачена с какими-то изменениями кем-то другим. Но вот у нас есть конкретный проект, то есть мы сначала в офлайне собрались, и в концертах собрали картины бесплатно, да? Кто-то сейчас в киевском концертах, кто-то хочет эту же идею, идею для больничных, картина для больничных палат, называется «Краски жизни», реализовать в Харькове. Мы не успели показать, есть мобильное приложение, уже практически работающее, единственное, осталось его прикрутить к сайту. Спасибо. Окей, спасибо большое. Девушки, фильмы ТВ 2.0. И готовится... 2.0. Нет, с фильмов с живых. Готуется в СОУШОЛ ХИП ТРАЛЛИНК. Здравствуйте, еще раз. Второй бэк, который я сегодня представляю, как бы ради него мы представляли и выходили сюда, он основан на том же движке Траблера, который вы видели перед этим, но полностью переделан в новостную часть, где есть новости, где есть как бы основная часть, но Светлана расскажет точнее, что у нас в дальнейшем будет с этим движком. Дело в том, что мы планировали сделать открытую гражданскую платформу гражданской журналистики, вот, и слава богу, что так случилось, что в первые дни Майдана мы познакомились с Богданом, и теперь я думаю, что эта платформа еще открытой тебе станет, вот, так стало, что, так случилось, что мы... Ну, так сайт наш, главная страница выглядит сейчас немножко, правда, почему-то у тебя на компьютере поплыло. У нас много стримов, вот, на данный момент, но все это делаем мы самостоятельно. Но алгоритм, каким образом запускать, ну, видеомовости, мы обучаем людей, и благодаря этому алгоритму мы делаем телемосты, как мы это называем, между разными городами. Там, с первых дней Майдана еще до 30-го числа мы объединяли Майданы Мюнхена, Берлина и Киева, и Англандама, и еще многих городов мира. Но мы всех подключаем, как делать стрим для того, чтобы вы сами стали репортером. И такую платформу, чтобы еще вы сами и писали новости, и это все объединение такой... Открой свой траппинг. Ага, у меня первая. Да. Вот как объединить это? Это процедит платформа, которая, я надеюсь, это будет достаточно быстро доработана и вживлена в то, что есть у нас в данный момент в спильном бачене. То есть мы еще более открыто спильно будем творить. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Под данный движок уже сделаны Android и iOS приложения, которые, в принципе, я могу дать кому интересно посмотреть. Понятно. А установить дадите? Могу, в принципе, дать после презентации, чтобы не отвлекать. Не все сразу. Я готова. Какое модель финансирования с мирного баченга вы видите на ближайший пункт? Ну, на самом деле, мы устойчиво гражданский проект. Мы не принимаем большие финансирования по одной простой причине. Мы не принимаем финансирование политических партий или политиков. Мы есть гражданская платформа. И поэтому, ну, возможно, дают им, но я не думаю, что они решат проблемы даже на нашей технике. Вот. Пока что мы финансируемся только гражданами. То есть свободной донейшн. Спасибо. Следующий проект. Social Guidelines. Валера. Добрый вечер всем. Смотрите, мы смотрели сегодня только же политический корпус. Вот наша команда находится, наверное, где-то с позиции Бахат-Маганди, да, Батри Бутеркина. Мои, ну, наши, наши интересы были направлены на поиск такого не, значит, деспроты, вот такого, не, скажем, деструктивного, а на поиск инструмента такого очень доброго строительства новой системы. Поймите, ведь у нас есть все средства для того, чтобы создать новую страну. И для этого нам осталось только один, сделать небольшой инструмент, очень качественный, если можно. Смотрите, вы понимаете, что социальные сети имеют ряд преимуществ. Это очень быстрая связь внутри сети, очень быстрая передача идей, очень классный смысл. То есть, если я геню красивую идею, я получаю распространение. Но что получается? Мы находимся в темной комнате, которая, луч света, через которую, зависит от количества наших фрагов и группов, в которых мы находимся. То есть, грубо говоря, о какой-то проблеме инициативе я сообщаю случайному количеству граждан. Это скорость, это хорошо, но низкий КПД и сменение реальности. Мы будем вводить очень интересные новые интернеты. Поскольку я, например, отношусь к реальности в определенной игре, я попробую вам дать возможность помыть, помочитать немножечко, и объяснить, как будет работать этот инструмент, о котором мы говорим сейчас. Смотрите, мы расширяем возможности стандарта, например, если все знают Форс Плейн, да? Давайте немножко расширим функции чекина и дадим возможность гражданину объявить об объекте, либо же ситуации, как о неком объекте виртуальной реальности, в которой есть определенные свойства. То есть, это объектно ориентированное изменение реальности. То есть, если вы меня поймете, да, у вас, возможно, будут вопросы на то, да. То есть, мы задаем вот этому чекину определенные свойства. И у каждого гражданина будет этот инструмент. Под эти свойства мы можем получить отзыв общества или же другого гражданина. Это в реальном времени, на глобаре, на глобаре, на глобаре, грубо говоря, если не надо. Примерно так. Если можно, еще одну секунду. Ну, в принципе, здесь принцип равна. Я понимаю уже, да? Да, мы сделали слайд, мы расширили его возможности у Шахиди. И сделаем сейчас, в принципе, попробуем сделать первый тестовый запуск виртуального магазина, которому необходим работник, для того, чтобы он... У которого есть вакансия работника. Сейчас мы попробуем сделать это. То есть, в определенном месте у нас нет, пока мы с ними реализовали приложение на Android или iPhone, но принцип, мы сейчас поймете... Это очень круто. Вопрос. То есть, вы будете устроить эту реальность очень красиво, соединяя виртуальную и реальность. Здравствуйте. Я вам и вам показал то, что распространение получает новости не только хорошие, но и всякие вбросы, и все подряд, и количество мусора просто нереально. А ваш сервис предлагает его еще больше расширять. Так вы с ним будете бороться. Смотрите, все очень просто. У вас есть такой же выгод, как, например, в Форсфэре. Вы занимаетесь модерацией. Проверьте, деструкцию вы будете пресекать. Более того, в сети социальные, если вы сейчас запустите как деструктивную идею, вы сразу же получите негативные отцы своих друзей. Да нет, так это не работает. Ну, конечно, если вам это будет интересно, вы будете находиться на этой волнении, на этой карте. Это многое. Вы, если кто понимает, ну, вы не понимаете точно, это госфера Вернадского в чистом виде. То есть мы попробуем ее реализовать. Примерно так. Это очень глобальный проект. Я понимаю, что это не проект как Атона, но вы вынуждены об этом сказать. Еще вопросы есть? Вопросы? Окей. А, да. Тут, я уже говорил, что тут нужно, для того, чтобы система работала эффективно, нужно действительно ответственность всех пользователей этой сети. И чтобы он узнал, что это не полайкает, не заранее подтверденный, не стоянный факт, обязательно это нужно рейтинг не снижать и вообще в случае исключения. Абсолютно. Абсолютно ответственно. Смотрите, вот сейчас, вопрос ответственности в социальных сетях сейчас не стоит по одной простой причине. Потому что мы не понимаем примерно влияние неакинного поста, на те события, которые будут происходить. Здесь же влияние неакинного объекта, который захочется создать способ, очень великое. Поэтому ответственность здесь очень важна. Спасибо большое за вопросы. Аплодисменты. Следующий проект. Строект Месця. Да? Есть? Придова? Тримайте. О! О! Вау! Всем привет! Строект Месця. Окей. Чувак. Строект Месця. Это геосервис, на котором назначаются разные офисы, административные будильные, домики, дачи, маятки людей, чиновников и разные интересные места. Мы были на углу-картах, но они очень ограничены. Например, мы не могли бы видеть полный список. Также, сейчас не видно, но есть по категориям филитрация, есть поиск по ключевому слову. Также мы добавили возможность добавлять место юзера. То есть юзеры могут добавлять место, какое-то интересное. И потом, если администратор это все оправдывает, то оно появляется на карте. Так, далее мы планируем еще обозначать какие-то политические акции, которые будут проводиться. И вообще такой геосервис для Майдана. Все, что нужно, чтобы было обозначено на карте. Спасибо большое. Есть вопросы к проекту? Ссылку можно показать? Ссылку покажите, пожалуйста. Ссылку покажите, пожалуйста. Вопросы к проекту? Да. Вопросы к проекту? Ссылка на карте. Вопросы к проекту? Вопросы к проекту? Это класс, интеллект, экономика. Вверх, сюда? Есть? Это проект? Есть, да? Ждем. Сейчас. Сейчас. Хорошо, университет. Интеллект ганиат bike. Извинился. Зап applications used the function of the motivation. Что-то отсекало? В просто пlloф� macro. Нерешенно на през Россию. Продолжение следует... 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 Мы сделали там для айфона, для андроида, для всяких электронных читалок. Можно распечатать книжку и принести копию в IT-намет. Они там согласились раздать это на Майдане. И сделали даже такую красивую обложку. Так что заходите на сайт sprotviv.org, качайте книжку, печатайте, шарьте, распространяйте эту информацию. Спасибо. Книжка. Вопрос. Вопросы. У кого есть вопросы? Дадимите ручки. Так, поехали. Книжка очень хорошая. Ну, вопрос. Как насчет авторских правов? Макс, окрой вторую страницу книжки, пожалуйста. Мы закуплили. Мы закуплили. Все материалы, содержащиеся в настоящей публикации, являются свободно распространяемыми и могут воспроизводиться без разрешения автора. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И еще давай с вами есть? АПЛОДИСМЕНТЫ Вы можете приготовить видео-версию типа комикс. У меня долгие тексты, а вы понимаете... Я понял, да. Ну, смотрите, что мы сделали. Вот Макс сделал в Facebook страничку, и там уже в расписание закинул кучу цитат. И там маленькие отрывки публикуются раз в день, раз в три дня с картинками. Визуальная подача. Не текстовая, визуальная. Я понял. Ну, смотрите, если нам кто-нибудь поможет, там из аниматоров или из иллюстраторов, мы с удовольствием это сделаем. Куда кликнуть, чтобы открыть Facebook страничку? А я не слышу вопроса. Куда кликнуть, чтобы открыть Facebook страничку? Ну, куда-куда? Лайк. Лайк, он слева. Нет, ну, в смысле, как страничка называется? Вот здесь вот. Лайк, надеюсь. Мы вот их орг заводим и лайкаем страничку. Окей, еще вопросы есть? Есть, есть. Есть, кому-то? Там просто по поводу визуализации. На самом деле, на Ютубе очень много сюжетов, нарезок. По конкретно взятым главам, где-то эксперты рассказывают, как эти иллюстрации реализовывались теми иллюзий. Со всеми, как бы, ну, поэтому вы можете просто поискать. И перекрутить. Окей, спасибо большое. Мас, у тебя есть вопрос? Нет? Еще есть вопросы, ребят? Нет. Окей, спасибо большое. Спасибо большое, аплодисменты проекту. У нас есть вопросы, выступая Charity Guys. А вы уже готовы, да? У вас все хорошо? У меня маленькое объявление, на самом деле. Я уже с несколькими участниками Хакатона переговорила. Объявление же. Первое. Поскольку я есть координатором сейчас Викторитого университета Майдана, победители, а может быть, пять лучших проектов с Хакатона, завтра в пять часов презентация на Викторитом университете Майдана. Номер два объявления. Смембача мне делает сейчас больше десяти языковых версий на разных языках мира. К сожалению, мы не успеваем перерабатывать сайт. Нам нужны дизайнеры на тут-таке. На фейсбук-страницах. И мы решили для того, чтобы быть более оперативными с одной стороны, с другой стороны, объединить граждан, которые хотят другое меди, предложить этой тусовке, которая сейчас сидит на Хакатоне, например, после 14-го января собраться на Хакатон, который будет звучать так, какое медиа нужно гражданскому обществу и вместе его создать. Так, еще готова? Черити? Сейчас, всегда. Так ждем, так ждем. Окей? Последний проект, да? Да, последний проект. Всего хорошего. На следующий актер, мы справились. Желаю удачи в выступлении. Всем привет! Меня зовут Ваня. В отличие от всех предыдущих проектов, мой проект будет немножко аполитичным, да? То есть, хотел задать вам вопрос. У кого из вас дома есть вещи, которые вы уже давно не носили? Или, например, игрушки ваших детей, которые вы уже никогда не будете использовать? Поднимите руки. Я уже спрашиваю. Я уже спрашиваю. Окей, хорошо. Ну, на самом деле, почти у всех. О чем этот проект? Два месяца назад мы провели такой себе эксперимент. Автор этого проекта, Виктория Бондарь, запустила в фейсбуке месседж. Что она заедет к каждому из вас, заберет ваши вещи и даже привезет печенье. Только вы его соберите, эти вещи, и отдайте. Вот. 84. Это количество людей, которые согласились отдать это вот после этого месседжа. Да, 600 килограмм вещей мы собрали, развезли вместе с ее друзьями. Де друзья активно подключились к этому. И за 20 дней все эти вещи были доставлены в один из центров Кайптас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 После этого мы поняли, что нужен инструмент, который бы помогал этим людям, которые готовы помогать, которые готовы нести вот этот вот свет, да, и помогать детям, помогать бездомным, сделать инструмент, который бы их совмещал. Вот. Сейчас я бы хотел продемонстрировать, как это сейчас работает. Есть сайт, мы сделали его немножко раньше, на этом хакатоне мы его доделывали, фиксили баги. Вы можете зайти на этот сайт. Зарегистрироваться через одну из сетей. Например, через фейсбук. У всех тут, я думаю, есть профиль там. Грузится. Ну, окей. Вот, вы заходите. Там было две надписи. В мене есть вещи и я могу, и в мене я машина, да? Да, и в мене я машина. Так что у вас... Опаздывай. Давай, займите на вопрос. Значит, вы регистрируетесь, здесь заполняете форму и вы появляетесь на карте. Следующее, что мы сделали, мы сделали аппликейшн, потому что, я думаю, у всех здесь есть смартфоны, и через эти смартфоны вы также можете зарегистрироваться. Вот, точно такая же аппликейшн. Так, окей. Вот. И помогать, 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 помогать. Я бы хотел, чтобы вы сегодня подумали об этом всем, и когда придете домой, сохраните эту ссылку. Сейчас. Charity.org Окей, а... Вопросы? Есть вопросы проекту? Ребят? Вопросы? Есть желающие поделиться вещами? Как часто? Отлично. Записывайте, что я... Записывайте и регистрируйте. Все, за работой. Спасибо. Окей, горо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Теперь, что, вопрос? А можно представить проект, которого нет, к сожалению? Прямо оттуда, да? Понятно. В принципе, можно и отсюда. На самом деле, есть настоятельная необходимость вот в чем. Существует пятая, по праву, пятая составляет институции Украины, которая говорит, вы все знаете о том, что в источниках власти есть народ. Не существует механизма реализации этой власти. Не существует понятие, что такое на самом деле народ и какую цифру народ у нас помещает. Да? У нас есть одно место в законодательстве Украины, где можно понять, что на такой народ и какая же это на самом деле цифра? Нет. Я вам предлагаю все-таки... Ну, это больше похоже на начало какого-то длинного рассказа, нежели на результат... Ну, тогда... ...два слова, это очень коротко. Победитель... Пошло ли? Если можно, давайте просто так мы закончим. Да, собственно, Даш, следующее... Мы подошли к каналу нашего Кокатона. И сейчас мы должны определить... Точнее не мы, а мы должны определить три проекта, которые вам понравились больше всего, и которые вы считаете самыми интересными, самыми перспективными, которые получат любовь, признание и даже призовую вам наших партнеров и спонсоров. Работает это по следующим образом. То есть мы по очереди голосуем за каждый из проектов. Если вам проект понравился, вы поднимаете руку. Если не понравился, вы не поднимаете руку. Вы можете голосовать за каждый проект, да? Или не дайте... Ну, против своего, ну, да. Соответственно, если вам понравилось 5 проектов из 18, вы 5 раз поднимаете руку. Если больше, то больше. Если меньше, то меньше. Вопросы есть? Да, да. Что же на комиссию? Проект комиссия будет прямо онлайн, прямо в эфире. Иди на полкот. Поехали. Ну, начнем, наверное, с Charity. Да, не последний. Да, хорошо. Окей. Give me a light. Ребят, поднимите, чтобы мы... Это там, где машинку можно было попросить. Там машинку можно было попроситься, довезти, и вас довезут до Майдана. Там так было написано. А я поднимаю руку коммуникации проекта. Так, и держим. Так, отлично. 15. Здесь 6, 5 раз. Да, да, да. Да ты не там, не там, не я. О, откажу. Где низ? Припуск, Бару! Припуск. Припуск, припуск. Припуск. Закарпуар вывезти пока не пошло. О, поликопос. О, поликопос. О, я смотрю. Опускай, опускай. Не считай зеленого отверня. А еще раз, ребят. Все на отправке. Поднимай, поднимай. Поднимай, поднимай. Верни проект поликопос. Там, где были 4 квадранта и... И водитель. Мало, мало. преград 33 на что? двойной пересчет, видите? ну плюс-минус, да? 33, полифонт честно, все справедливо, паспорт товарищей, треба носить с тобой Три волос, это про что бывает? три волос три волос, ребят, погмитесь на вашу Фейсбук-приложение. А, да, фейсбук-приложение. Да, и там спасибо, и рейтинг по спасибо, да? Да, рейтинг по спасибо, и депутат там... Так, вот так, да. Поднимайте руки. Поднимайте, держи на зал. Поднимайте на сцену. А вы сядьте уже, сядьте уже. Вы сядьте уже, завалите. 25 последний поднялся. 25, да. А ты считаешь, что... Давай еще... Окей, давайте взять. Так, майдан 2.0. Это презентация со структурой майданов. Да, там выбор хендалов из Лудка был еще. Поднимаю ручки. Так, поехали. Что там еще кто-то в последний момент поднял руку, да? Да, Левушка, вы? Это девушка и Лудка. Ага. 14. Так, Сула Мильонев. Сула Мильонев. Поднимитесь, пожалуйста, чтобы мы вас видели, вас помнили. Так? Голосуем. Голосуем. Так, все помнят, что брэк, да? Аппетиток. 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 Поднимаем ручки. Супер брэк. Макс, у тебя что-то с рукой? Подойдите. Тищенко? Три-четыре. Нет, ты был двадцать первым. Три-четыре заняли. Три-четыре. 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 Мы с Успильным не считаем волосы, аликанки. Нет, мы с Успильным волосы сразу следующим считаем. Но они просто после выступания. Поднимитесь, пожалуйста, с Успильным волос. Кто представлял проект? Да. А чем проект? А голосование? Системы электронного голосования. Электронное голосование. Да. Да. Так, окей, голосуем. Типы, типы. Это электронное видео, пожалуйста. Продолжение следует... 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 Наконец-то в Украине новые технологии, IT, интернет и прочие умные слова начинают работать на благо, начинают работать на создание не только каких-то полезных сервисов, но и на улучшение жизни в общем, улучшение социальной сферы Украины. Вот это очень круто. И я желаю, что каждый из этих проектов, независимо от того, как он трансформируется в будущем и во что, чтобы обязательно помнил всегда все-таки первоначальную идею, чтобы деньги уравновешивали ее, но никогда не выходили все-таки выше. Это самое главное от таких проектов. Мы как большой, уже состоявшийся онлайн-проект, решили сделать небольшой подарок для всех, которые тут два дня мариновались. Он ждет вас всех наверху. Ну, вы понимаете, да, ребята, что вы правильный промо-проект? Это не все-таки. Вот, там прямо так и написано. Самый лучший хока-хо. Вот, все. Самый лучший в проекте, да? Нет, это все. Все. Я больше не знаю, что сказать. Добрый вечер. Меня зовут Владимир Компаниц. Я представляю организационный комитет Евромайдана. Я один из организаторов Евромайдана, которые с 20-го числа стояли на Майдане. Я отвечаю как раз за эти направления, то есть за социальные сети. Ну, не я, у нас команда людей, то есть у нас там порядка 10 человек. Да, то есть нам очень сильно помогают ребята с Фейсбука. Они вчера приехали из Калифорнии, мы с ними вчера встречались. Далее там от нас открытки фирменные. Также все победители завтра получат от нас фирменные открытки с благодарностью от организаторов Евромайдана. То есть это... Что-что? От Странговского. От кого? Йогу от Странговского. Да, у нас официальное разрешение, легально, все честно. И плюс мы гарантируем продвижение через все свои официальные веб-страницы. То есть поисков 167 тысяч подписчиков. Ну, и в дальнейшем мы способствуем. Спасибо. Молодец. Ну, да. Круто. Я думаю, нужно поблагодарить всех еще раз. Начать с нашего гаранта Виктора Федоровича Януковича. Кто говорит, что наша власть не разбирается выйти? Смотрите. Что-то проекта, серия, и все такое. Да? Да. Умеет, умеет, да. То есть я, ну, я что-то хотел сказать. Слово благодарности. Евро Майдан – это круто, Айти Майдан – это круто. Часокус – еще круче. Даша, молодец. Спасибо всем, что вы пришли, что были здесь целые сутки, работали, там, спорили, пили кофе, выдавали идеи. Я думаю, то есть, ну, никто не ожидает, что за день можно там изменить всю страну, да, но как бы из каждодневных таких усилий, из работы, рано или подно, вот все эти маленькие-маленькие изменения, они, наверное, набирают политическую массу и меняется что-то большое. И вот ради этого, собственно, тут и были. Поэтому всем спасибо. Отдайте мне. Это первое место, так что быть. Я бы хотел еще сказать огромное спасибо организаторам этого хакатона, потому что за последние полугода я был на большом количестве хакатонов, какие-то мы там у себя даже организовали, но это был самый клевый и самый круто организованный из них. Огромное спасибо команде за это. Во-вторых, я хотела спросить, кто готов раньше, чем 14-е, возможно, встретиться на хакатон по медиа, гражданской медиа. Поднимите руки. Кто готов уже сейчас, значит, подготовку? Количество рук уменьшилось, ну окей. В общем, подойдите ко мне, пожалуйста. Скальпик. Да, я еще на всяких точках скажу, меня зовут Максим Иченко, я работаю в проекте do.ua, это сообщество разработчиков, и у нас есть программисты. Поэтому, если мы чем-то вам можем помочь с программистами, с программистами, да, то, как бы, давайте, проходите. Макс, собачь, когда уевает, тому и уевает. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. У нас, в общем, участникам, по-моему, по-моему, еще разное. А, да. Очень хочется, очень хочется запомнить этот момент, и понравиваться с вами, дорогие участники. Убегайте! 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 Кто-то хранит у вас, а не читает. Покотовчики, колоска! Кто-то хранит у вас, а не читает. Покотовчики, колоска! Покотовчики, колоска! Ладно, чайки, галита! Я буду конь. Это мой конь. Пожалуйста, давай финал. Пойдем, пойдем, пойдем! Пойдем, пойдем! Пойдем, пойдем, пойдем! Дайте, пойдем! Это так мало! Пойдем, 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 пойдем! Туда смотреть, давайте по очереди! Пошли, Кайбер-истрал! Пойте, какой! Пойте, какой! Пойте, какой! Пошли, Кайбер-истрал! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok